Мои одноклассники хотели стать космонавтами, вот и я хотел стать королевым инженером. В детстве я хотел стать, нет, не космонавтом. У меня больше плечала роль человека, который находится за кадром. Мне очень нравилась фигура Сергея Павловича Королёва, человека, который в России создал космическую отрасль, по сути, был её архитектором. Собственно, инженером я и стал. Меня всегда плечало программирование. Работа с кодом, попытка сделать программу, которая будет делать то, что тебе нужно, какая-то автоматизация. Мне всегда это нравилось, и я этим занимался. Я поступил в Белгородский государственный университет, одно из старейших и знаменитейших наших образовательных учреждений. Там я отучился. Мне как-то сразу понравилась специальность нашей сети связи с темой коммутации. Я подумал, что связь будет будущее. Газпром добычи на дым, я пришёл работать в 2010 году. Меня пригласил мой друг, мой университетский друг. У него отец работал здесь, и нужны были новые специалисты, свежая кровь. И я с рядом других своих однокашников попали сюда. Это был июль месяц, я приехал на дым, было очень интересно. Ну и, в принципе, интересно остаётся и по сей день. Были вот такие глаза, если не больше, потому что реально мне не попадалось, ну, того, что я учил в университете. Это оборудование какое-то, непонятно. Как с ним работать, тоже непонятно. И наставники, разумеется, были. Я просто был одним из четырёх АТСников, которые тогда работали. Меня приняли на работу в наш надымский цех связи МНР-1. Я там был инженером. Меня посадили на автоматической телефонной станции, и ими я и занимался до того момента, пока меня не взяли в производственный технический отдел уже. Наш отдел к составу управления связью занимается перспективным развитием сети связи Газпром добычи на дым. Рассматриваем проекты, подготавливаем перспективные планы. Моя работа состоит в том, чтобы рассматривать проекты, подготавливать какие-то технические решения, взаимодействовать с техническими специалистами на местах. Эта профессия интересна, ну, по многим параметрам. Такой многогранный, драгоценный камень. Но прежде всего мне нравилась работа с оборудованием. Это, конечно, потрясающе. По-другому не скажешь, потому что оборудование связи – это очень интересная вещь, с которой интересно работать, интересно вытаскивать из нее какой-то функционал, который предусмотрели, интересно его реализовывать. На моей текущей должности я как бы нахожусь над всем этим, и я вижу в комплексе, что происходит с нашей сетью связи, вот как она развивается, и принимая участие в том, как она будет развиваться. В моей работе важны такие качества, человеческие качества, как терпение, изобретательность, креативность. Потому что для решения многих задач требуется креативный подход, иногда даже нестандартный. Разумеется, нужна большая база знаний, тоже без этого вообще никуда. Связь, ну, такая отрасль, которая растет, бурно развивается, каждый год появляются новые технологии, новое оборудование, и с этим надо как-то жить и работать. Ну, наверное, еще любопытство выделю. То есть ты должен быть любопытным, тебе должно быть интересно, иначе ты навсегда застрянешь в своих представлениях об оборудовании, нельзя никогда останавливаться, надо быть любопытным. Мои любимые – это интеллектуальные игры. То есть что, где, когда, вот и другие интеллектуальные игры. Ездил в составе сборной в Ноябрьск, ездил в Уренго, ездил в Сургут, мы там зарабатывали призовые места. Пожалуй, это моя любимая часть общественной жизни нашего общества. Один из самых важных скиллов, которые я реально прокачал – это умение работать в команде, умение слушать других людей, понимать, что они хотят или что они предлагают, и как-то использовать это в своей работе или на достижение какого-то общего результата. Это очень важно. На самом деле, я думаю, это вообще важнейшая штука, которая может быть в нашей работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!